иногда бывает нужно сделать печатную плату по монтажу то есть взяли вы например какую-то плату приемника там или чего-то полностью с деталями со всеми вы делаете фотографию этой печатной платы а потом эту фотографию вставляете вот эту самую программу print layout и тут ее разводите и она будет вам уже печатная плата как вам хочется сейчас я вам это дело покажу как это делается нажимаем сервис шаблон теперь нам надо будет его найти этот самый шаблон так вот он он этот самый шаблон вот вот это вот она уже была нарисована и она уже было напечатано вот но мне не нужно чтоб она была вот со всеми вот этими самыми с красными вот этими деталюшка мифи у меня нужно чтобы были только вот эти зеленые то есть печатные проводники сами и все мне не нужно такие распечатки все. Так что это рисунок. Рисунок или фотографию, как вам хочется. Так, сначала нам нужно размер задать. Так, какой тут у ней размер? Ну, сделаем-ка мы ее, чтобы она вся вошла, а то она вон вся-то не входит у нас. Так, значит, делаем 150. Так, как она тут у нас? Сначала масштаб, масштаб. Так, тут она у нас уже вошла. Теперь здесь сделаем 180, к примеру. Ну, вот, вот она вошла. Вот, а теперь нам нужно ее, ее, чтобы она у нас соответствовала тем деталюшкам, какие они у нас будут. Для этого мы, значит, что? Вытаскиваем вот эту микросхему, к примеру. Вот вытащили, но явно вот она вот такая, вот, а тут все не такое. Вот, теперь нам надо, нужно это сделать так, как надо нам. Мы ее так разворачиваем. Сюда вот примерно ставим. Потом делаем сервис, шаблон. И начинаем здесь разрешение убавлять. вот так вот убавляем, убавляем. И смотрим, что там получается. Так, ладно, посмотрим теперь, что тут у нас вышло. Ага, еще надо. так, увеличим маленько масштаб. Так. Не в ту сторону увеличил. Ну вот, вот так вот ее дальше надо вести. сервис, шаблон. Так, ну вот, теперь видно, что мы ее совместили. Вот масштаб у ней вот такой. А теперь нужно вот это все нарисовать снова. все вот эти линейки там, все эти проводники. Будем рисовать. А вот вы представьте, что мы разрисовываем это по фотографии какой-то печатной платы. Какой-то, например, приемник какой-то со всеми деталями. Со всякими там трансформаторами и все. Мы ее сфотографировали, наложили. И вот теперь мы ее разрисовываем. Просто здесь она у меня была, вот это вот рисунок этой самой печатки. А мне ее нужно восстановить. Печатать я ее не могу, потому что, а какой радость мне тут. Тут все эти конденсаторы разные нарисованы. Все. Мне надо, чтобы одни проводники были. Поэтому я вот ее снова разрисовываю. Вот. Ну а вы там что-то другое можете какую-то печатную плату делать какого-то другого устройства. Так. Ну что, я тут вроде все нарисовал. Все или не все. Так. Сейчас проверим. А проверим, ой, как мы сейчас возьмем другой слой, включим. Так. Что у нас тут исчезло? Что у нас исчезло? Ага, вот. Вот и это у нас не нарисовано. Так. Теперь пятачки надо нам поставить. Пятачки тут 4 миллиметра у меня. Пусть, ладно, контакты будут такие у нас. Вот. Контакты. Зато паять на них хорошо будет. Они большие. Вот. Ну и этот тут дроссель можно тоже таким пятаком большим сделать. Вот. Вот так вот это дело делается. Так. Ну и тут можно тоже чего уж там резистор припаять. Так уж действительно чувствуется, что есть к чему припаять. вот такими пятаками большими. Тут диод тоже припаян так. Вот. Так. Что тут еще у нас? Тут тоже можно большие сделать. Хуже не будет. Так. Теперь надо нам чего? Микросхему притащить сюда. Так. Это на скольки выводная должна быть? Вот это что ли? Так. Ладно. Вроде такая она. Так. Ставим ее сюда. На место. Ну вот. Микросхема тут. Ну вот. Получилось. Что у нас тут? У нас получилось то, что мы хотели. Вот если посмотреть. Вот она она. Вот. Вот с этого рисунка. С этого рисунка получилась вот такая печатная плата. Вот она. Печатка эта уже готова. Разведена. И я тут еще забыл сказать, что когда вы ее фотографию эту вставляете, то ее потом надо будет развернуть. Потому как она будет у вас как отразить горизонтально называется. Вот так она это дело делается. Вот так выделяем. А потом тут вот есть такая отразить по горизонтали. Вот она у нас развернулась. поэтому вот когда вы фотографии сделали печатные платы какой-то, там, например, приемнику и селгу захотели скопировать. Вот эту печатную плату вы ее сфотографировали, а потом будете делать. Вот вам ее потом надо так вот развернуть. Вот так вы ее и разворачиваете. Так что понятно, да? Значит, отразить по горизонтали. Ну, мне тут ничего не надо. У меня тут все так. Но когда вам нужно, это как бы зеркальная, чтобы она была. Вот так вот это дело делается. Печатную плату, ту, что мы развели, мы ее печатаем вот на таких, на глянцевых, блескучих страницах журнала. Вот я ее одну напечатал, вот эту, которая без, этого самого, без земляного слоя. А здесь вот с максимальным. Ну, вот сейчас я его и вот это вот берем, зачищаем до зеркального блеска, так сказать. Потом так вот ложим. Вот. А потом утюгом горячим-горячим так вот положили. Потом берем чистый листочек вот так и через него утюгом хорошенечко проглаживаем. Утюг должен быть горячим. Хорошо горячим. И должен он, скользящая поверхность должна быть хорошей, для того, чтобы он этот лист не сдвигал. Прогладили все. Теперь немножечко остынет и воду его в тепленькую, чтобы она отмокала. Прошло какое-то время. Смотрим, что у нас тут получается. да, она плохо отошла. Да, бывает такое. в этом случае что делаем? Вот бумага такая. Неудачный журнал выбрал. Недостаточно лакированная. но это не страшно. Вот так берем ее и все это сдираем. Ну, вот такая отпечатка получилась. Вот такая вот. Ну, и все. Теперь ее в хлорное железо и травить любым способом. Ну, вот, печатную плату вот так привязали и в хлорное железо опустили. Ну, вот, печатная плата вытравилась. Вот она она как. Теперь ее нужно промыть, вот этот тонер убрать при помощи сольвента. Берем вот эту жидкость, сольвент, потом мочим ватку и оттираем тонер. Ну, вот, видите, как, вот так он оттирается. Ну, все, сейчас оттереть, потом надо обезжирить ацетоном, потом нужно залудить, а потом сверлить. Ну, вот такая получается печатная плата. Так что, ничего сложного не этого. Нужно только принтер, чтобы был, и компьютер. И все, вот так делаем. делаем. Так, ну вот, вот такая печатка получается. Так, ну, я думаю, я вам показал все. Теперь вы сами можете спокойно, без всяких вопросов, это дело сделать. Ну, как сверлить и как лудить. Ну, и вот что уж, еще это что ли показывать. Так, ну ладно, желаю вам успехов в изготовлении печатных плата. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ